Привет всем! Мы группа МОР из Тамбова и мы сейчас находимся в российском туре с презентацией нашего нового альбома под названием «Смута». Группа МОР образовалась в 2013 году, если мне не изменяет память, но нынешний состав оформился только в 2016 году. 2015? 2016? 2016 году, да, в 2016 году. Мы взяли цитату из Откровения Иоанна Богослова об апокалипсисе, где говорится, что всадники умерщвляют и мором, и зверями земными, и лучом, и огнем. И, в общем, четыре всадника апокалипсиса, четыре участника нашей команде, и, в общем, мы, собственно, имеем такое название. Плюс это темная эстетика наших, в целом, темная эстетика, которая окружает наши концерты, наши видеоработы. Мы относимся к одному стилю – метал. То есть мы играем метал на русском языке с русскоязычными текстами. Углубляться в какие-то более узкие жанры мы не хотим, потому что в нашей музыке присутствуют и гранж, и стонер, и немного сладжа, и достаточно хардкора. И я не соврестно скажу, что панк атмосфера царит на всех наших концертах, поэтому ограничивать себя мы не хотим. И, в общем, мне кажется, что не стоит куда-то углубляться в какие-то более узкие стили, потому что, если, допустим, переписываешь текст «Стоунер» или «Сладж», обязательно найдется какой-нибудь человек, который скажет «Да это не Сладж», «Да это не Стоунер». Вот у меня была одна команда, которая, наверное, наложила наибольший отпечаток на мое какое-то музыкальное развитие, на мой музыкальный кругозор. Это, безусловно, «Нирвана», который я услышал в 12 лет. Потом были и «Король и Шут», и «Гражданская оборона», и «Пурген». Вот такой был панк-путь. Сейчас я слушаю самую разнообразную музыку. Пока мы ехали как раз в машине, сколько получается, уже больше недели, мы послушали и «Сэперс Хилл», и «Хам» вчера. Нет, я не послушал. «Сэперс Хилл» послушал. Да. «Рамштайн», «Много Короля и Шута», что еще там? «Немного Тейл», «Вайланд Сохо», австралийская группа отличная, которая просто на репите. У нас было два альбома на репите. И, собственно, ну как еще. Ну, вообще, у нас в прошлом году, вот лично у меня в «Плеере» и у нас в «Машине» часто играл последний альбом Иван Дорна. Участник слушает разные команды. Каждый из участников группы «Мор». Да. Вот. И наверняка приносит что-то свое. То есть, например, вот в одной из песен у нас есть «Речитатив», в другой песне у нас есть «Бласт бит». Опять же, потому что одному из участников нравится, он хочет привнести какую-то толику вот этого жанра своих любимых команд в нашу музыку. Ну и, в принципе, это неплохо, если это все. А по этому счету было уместно? Да. Да-да-да. Ну, Денис, кстати, может отдельно рассказать о своих любимых командах. Хорошо, ну то пошло. Ну, в детстве моя любимая команда была Королев Шут и Ария, мне кажется, как и многие. Вот. И на них я, собственно, вырос и с них я начал слушать тяжелую музыку, рок-музыку. Вот. Но, в принципе, я слушаю то же самое, что Константин. Ну, например, моя любимая группа «Дифтонс» вот в данный момент. Да, вот здесь мы расходимся, то есть я «Дифтонс» как-то не знаю, но при этом я не могу сказать, что у меня есть группа, которую я не люблю, или, например, если Денис говорит, давай сейчас послушаем «Дифтонс» и посмотрим, какие там ходы интересные, с удовольствием послушать команду, потому что сложно как-то спорить с их авторитетом. С авторитетом Дениса в группе тоже сложно спорить. Вендергранде, мне кажется, мало что поменялось сейчас. Единственное, молодежь стала меньше ходить на концерты, потому что смотрит разные ролики в интернете и, в принципе, предпочитает сидеть дома, чем выбираться. Из виртуального мира в реальных. Вот, если говорить об отечественных командах, которые... Ну, вот я расскажу об отечественных командах, которые мне нравились и, в общем, которые я всячески поддерживал, тексты которых я знаю. И отсылки, на которые есть в нашей лирике и в музыке, вот из питерских команд, это Химера и Тоти Денджер. Пожалуй, вот две команды, которые мне очень нравятся и, в общем-то, тексты в отсылке можно как раз найти у нас в альбоме. А если говорить о московских командах, то, пожалуй, самая любимая команда московская, к сожалению, она сейчас уже не активна, это Аргумент 5.45. Вот это лично мои вкусовые предпочтения. Я, будучи подростком, часто ездил на концерты в Москву, в Воронеж, ну и в другие прилижающие города, наиболее близкие к Тамбову, например, в Липецк или в Рязань. Вот, ну как раз на отечественные группы, чтобы их поддержать, купить мерч, купить диск, вот, ну и вообще посмотреть, как на самом деле нужно рубить музыку, потому что в Тамбове всегда это было сложно сделать. Кстати, из современных, вот, крутых, на мой взгляд, команд русских, я бы еще выделил Хелвид из Москвы, который играет просто потрясающий и убойнейший, грув метал, Окульт, который совсем недавно выпустили альбом, Некрополис, вот, с обеими командами играли. Из питерских, Лоу Райдерс, отличная команда, какая еще, как еще мужик группа выделить? Из возничных. Да. Ну, что-то, которые еще функционируют. Ну, Ох, это, Электрик Лоу. Да, 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 да. С ними, кстати, мы сыграем в Москве. Получается, вот сегодня у нас концерт в Петербурге. Мы будем играть с несколькими питерскими командами. Наиболее известные из них это Дистресс, культовый отечественный дебит команды. И вот я, на самом деле, большой поклонник этой группы. У меня все альбомы и пишки, вот, все, которые выходили на дисках-кассетах, они у меня все дома, и я до сих пор собираю, покупаю, там, всячески поддерживаю эту группу. И вот, честно говоря, мне очень приятно, что сегодня, ну, как бы, настолько знаковые ребята, музыканты сыграют вместе с нами на концерте. И 13 мая в Москве мы сыграем с двумя отличными командами. Redneck Spaceship, вот у них тоже недавно вышел альбом, как раз стонер-команда, отличная, московская, с текстом на английском и реально крутыми рифами, запоминающимися. И из группы Electric Lords, которая тоже сейчас достаточно активно выступает, выпускает клип, клипы, да, клипы, выпускает клипы, да, и дает концерты. В общем, мы тоже будем счастливы разделить с ними сцену. В Тамбове мы будем играть с менее известными командами, локальными, но все равно, я думаю, будет жарко. Наши планы на 2018 год, следующие. Мы планируем сделать демку для следующего альбома, второго полноформата. Она уже делается. Ну, в общем, да, мы уже проступили к созданию новых треков, в общем-то. И думаем к концу года как раз завершить запись темы, версии песен, чтобы в следующем году порадовать всех наших слушателей и людей, которым близки наши идеи, наша музыка, свежим материалом. Также мы завершим тур сейчас российским концертом в Тамбове. Я надеюсь, летом выступим на нескольких фестивалях. И осенью планируем отправиться в следующий тур уже в сторону юга России, то есть Ростов, Волгоград и другие города. Надеюсь, все получится. Так, конечно, планы просто вселенского масштаба у нас. Не знаю, как они распределятся. То есть в 2018 году удастся характеризовать, или в 2019-2020. Но мне было бы интересно сыграть в Китае. Я заметил тенденцию, что многие российские команды, причем не особо известные, они успешно пробивают несколько городов в Китае. То есть благодаря какому-то местному букингу, в частности, команда Агаен ездил в Китай. Панк команды из Твери, Болт 69, тоже съездил в Китай. По-моему, у них отличные впечатления от этого тура. Вот, и, собственно, мы бы тоже хотели как раз сначала отправиться в Азию, а потом уже покорять Европу. Ну, вот лично у меня такие приоритеты. Я думаю, что мы будем двигаться в этом направлении. Всем слушателям тяжелой музыки и всем группам, которые только начинают свой творческий путь, мы хотим пожелать никогда не останавливаться, не бояться выйти из зоны комфорта и никогда не сдаваться. Потому что на собственном опыте мы, в общем-то, понимаем, что никакого пути назад нет. То есть, если ты, например, если ты уже выехал из Владимира в Петербург, как мы вчера, то уже никаких, в общем-то, альтернатив нет. То есть, ты либо доезжаешь до Петербурга, либо не нужно было во Владимиру приезжать. В общем-то, никогда не останавливайтесь, вспомните, что нет пути назад и храните огонь внутри себя, который помогает вам творить, создавать музыку, заниматься творчеством. И, в общем-то, вопреки всяким бытовым, личным, может быть, бытовым, личным проблемам, в общем-то, заниматься тем, чем вы действительно хотите. И не обманывайте себя никогда. Да. Да, и спасибо большое Каменному Петербургу за то, что они пригласили нас сюда за интересные беседы, вопросы. И я надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем в Петербурге, в общем-то, мы снова побеседуем, и нам будет о чем рассказать. В общем-то, там... Ну, то есть, больше будет опыт какого-то интересных случаях и прочего. Мы группа More, приходите на наши концерты, покупайте нашу музыку на популярных цифровых платформах, таких как iTunes, Google Play, Bandcamp. И, в общем, следите за нашими новостями, подписывайтесь на нас в различных социальных сетях. Мы всем рады, пишите нам. Увидимся на концертах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!